Я сейчас умру, а? Нет, мы умру вместе в сумках Да Я тебя Какой ты нетерпелый? Красивее Вот видишь? Мамедов, что-нибудь еще принеси Что-нибудь еще? Только любовь принесите Мамедов, любовь нельзя Принеси Она приходит сама Когда? А для тебя, Мамедов, никогда Мамедов 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 Прощай Прощай Никогда Прощай Прощай Вы мне поможете Непременно Вы мне поможете? Непременно Спасибо Спасибо Ах, каяц мазок Али-али 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 Гражданка Минуточку Здравствуйте Простите, вы куда? Вы кому? Туда нельзя Там заседание Нельзя Не прикасайся ко мне Не прикасайся, слышишь? Ради Аллаха Не трогайте меня Не трогайте меня Стой Стой Женщина Не подходя А то выброшусь Назад Отойди Назад Я не понимаю Что случилось? Что же это такое? Спокойно Прошу всех сесть Граждане сядьте Он глухонемой Хорошо Сойдите с окна, пожалуйста Вас никто не тронет Нет Не верю Никому не верю Ладно, иди Теперь давайте поговорим спокойно С тобой Я внизу даже выслушать меня не хотел Я приношу свои извинения Теперь я готов вас выслушать Нет Врёшь Врёшь Не верю Никому не верю Сколько вы будете стоять на этом окне? Пока не выйдет первый секретарь Сестра Я обещаю тебя никто не тронет Клянусь Аллахом Клянусь Аллахом Не верю ни мужчинам, ни женщинам Никому не верю Что с ней? Кажется сердце У меня есть лекарственная отдавлена Ничего, давай Обманывай Притворяется Меня не проведёшь Ладно Стойте там Если вам это нравится Как закончится бюро Вы войдёте первой Мы уступим вам свою очередь Нет Не утруждай себя Пока не выйдет первый секретарь Я отсюда никуда не уйду Пусть он мне здесь ответит Здесь Мы его попросим Он, наверное, и не откажет А какой у вас вопрос к нему? Хочу спросить, за что арестовали моего сына Извините, но вы это можете спросить у прокурора Как фамилия вашего сына? Ты лучше знаешь Неужели так трудно назвать фамилию? Мы ради вас беспокоимся Мой сын всего-навсего несчастный контролёр ОТК А на него взвалили вину за целый завод Он ни в чём не виноват Вот оно что Это потому что дело электромеханический завод Её сын контролёр ОТК Пропустил некачественные продукты на экспорт Конечно, теперь виновником оказался мой сын Настоящие преступники на свободе А мой сын за решёткой Потому что ему нечем откупиться Речь идёт о престиже государства Почему должен отвечать только он один? Заблуждаетесь, за это ответят многие Но арестован только мой сын Да, он главный виновник случившегося Поэтому его и заключили под стражу Понимаете? Я знаю только, что это мой сын Её ни в чём не виноват Я его вырастила одна, без чьей-либо помощи Теперь вы хотите отнять его у меня Успокойтесь, прошу вас В тот день именно ваш сын отвечал за качество выпускаемой на экспорт продукции Он не ребёнок, знал на что идёт Пусть теперь ответит Клянусь Аллахом, его директор заставил Он мне сам всё рассказал Вы же лучше меня знаете Не знаю Пока мы такими фактами не располагаем Если человек сам не захочет, никто его не заставит совершить преступление Прошлите времена И времена те же, да и власть та же Власть наша Советская власть Что? Наша власть Наша власть Моя? Тогда где же она, эта власть? Где? Где же она была, эта власть? Когда я с больным ребёнком Задыхала в сыром подвале И не могла допроситься хоть какой-то помощи Когда гнула спину По две смены за какие-то гроши Только вырастись сына Чтобы не ходил в заплатах Чтобы не чувствовал себя сиротой Где же она была, эта власть? И кто вообще эта власть? Ким? Директор завода? Который обманул моего сына? Или вот этот человек, который арестовал его? Если при этой власти всё решают деньги Если за всё нужно переплачивать и давать взятки Если безвинного человека можно засадить в тюрьму То я плюю на эту власть Слышите? Плюю Успокойтесь Ты понял? Я плюю на эту власть Ступер! Что ты делаешь? Вдох! О, Аллах! Чем я тебя прогневил? Почему ты моих детей делаешь сиротами? Ведя только за все, потому что вы не делаете Сколько у вас детей? Расписывайтесь на меня Счастливый? Молодцы, мы ещё холодные Хотели это сделать Счастливо Средотой, да. Видишь, не получилось. В честь моего деда Альбалой назвали. А у вас как? Альбалой есть. У меня? У меня нет. Никого у меня нет. Одна я. Почему, Джана? Качи и дети. Качи и дети, Ай Ахмед. Она может быть матерью. Ты на неё внимательно смотри, смотри, молодец. Она не женщина. Она убийца. А что, убийца не может быть матерью? Я убийца, а ты нет, да? А бомбу кто принёс? Бомбу! Или ты не знал, что бомба имеет особенность взрываться, убивать, а? Или не хотел знать. Только деньги тебя интересовали, сколько отвалят. А, ты на него смотри, чья бы корова мчала. Я хотя бы знаю, за что иду на это, за что борюсь. Я по идейным убеждениям, ради всеобщего блага, ради счастья людей. Как можно убивать людей ради их счастья? Что ты говоришь? Можно, можно. Потому что это единственный способ спасти их. Лучше уничтожить тысячи, но спасти миллионы. Если даже погибнут некоторые безвинные, пусть. Любая борьба требует жертв. Иначе не может быть победы. Не может. Кто дал вам право речать за других? Кто? Совесть. Партийная и человеческая. Да, скорее всего нас будут проклинать, но потом поймут. Поймут и оправдают. Поймут, что это был единственный выход. Беспощадность и террор. Террор и беспощадность. Безнадежно больной зуб не лечат. Его вырывают с корнем. И это сделаем мы. Только мы. Во имя очищения. Возрождение великой идеи в ее первозданной чистоте. Вы это кто я и кто? Мы это коммунисты. Как коммунисты? Что она говорит? Да, коммунисты. Истинные коммунисты. Они эти лживые ублюдки и пидорасты. Да, меня выгонят с работы. Вот сейчас там, в кабинете первого секретаря. Рассматривают этот вопрос. Там директор завода, секретарь подкома. Так что не один только ваш сын держит ответ. Они сумеют выкрутиться. Вот увидите. Они уже откупились. С вами трудно разговаривать. Я буду говорить только с первым секретарем. Честное слово. Я понимаю ваше состояние. Бедный мой мальчик. Ей совсем плохо. Мне еще хуже. Еще зарыдайте. Зачем вы так, Аля? У человека горе. Нам легко рассуждать. Вот если бы вашего брата арестовали. Или мужа. Ну-ну. Продолжайте. Ну или моего сына. Или твоего. Или твоего. К счастью, у меня только две дочери. Да сохранит их Аллах. Пути Господни неисповедимы. Я тебя хорошо понимаю. Я бы на твоем месте. Наверное, потерял бы веру. По-другому и быть не может. Годами обманывали людей. Смотрели на них, как на толпу. Как на неодушевленные предметы. Они не думают. Что ты и я. Мы живые люди. И у нас есть свое горе, боль. Что нужно человеку? Счастье. Не получается. Потому что только и слышим. Пустые фразы, лозунги. Ты сначала накорми человека. Одень, обуй. Потом требуй. Вот микрорайон построили. А канализацию провести забыли. И все у нас вот так вот. Честное слово, и жить не хочется. Я тебя хорошо понимаю, мать. Я попрошу первого секретаря. Он тебя выслушает до конца. Мы все попросим. Я так устал. Я думаю, прокурор может отпустить твоего сына. До суда. А потом? А потом с помощью Аллаха решит суд. Утри слезы. Иди домой. Пусть поклянется. Кренусь жизнью своего ребенка. Не знаю. Не верю. Считай меня своим сыном. Ты мне веришь. Ты мне веришь. Я вижу, ты честная женщина. Ты так же, как моя мать, очень любишь своего сына. Поверь мне. Не верю.